Всем привет! Сегодня будет у нас с вами такая очень важная тема, это как правильно учиться, как правильно проходить наставничество, как правильно, в принципе, быть в позиции ученика, так, чтобы любое обучение, неважно за какую сумму вы его купили, дало вам очень большой и эффектный результат в жизни. И я вам сразу скажу, что, конечно же, есть доля ответственности к обучению, которое вы выбираете, но от того, как вы будете проходить любое обучение, которое вы покупаете, очень многое зависит. Недавно я как раз-таки сама приобрела обучение у Саши Митрошиной за 5 миллионов рублей. Вот видео с моими инсайтами с этого обучения, это пока что был первый такой пласт инсайтов. И помимо того, что я сама по себе трансформировалась как человек, я очень сильно изменила свое отношение к тому, как человек должен учиться и как это делать правильно, и меня саму в течение программы очень сильно штормила, и мое мнение об этом трансформировалось. И я вам сразу скажу, что те вещи, которые я вам сейчас расскажу, они будут и на основе моего опыта как ученика, то есть как ведя себя на обучение, какие результаты я получала, в зависимости от разных обучений, но на самом деле очень многое зависело от того, как я себя вела внутри обучения. И, соответственно, на опыте меня как наставника, потому что через меня, через личную работу со мной приходит огромное количество людей, и я вижу прям, у кого получается реально, и кто реально как бы в позитив выходит, результат получает, и у нас хорошие отношения сохраняются со многими мы дружим, а у кого не получается, и по каким причинам это происходит. Просто то, что я вам сегодня буду рассказывать, можно на любые цели переложить. Чаще всего у людей не получается не из-за инструментов, которые им не подходят, не из-за коммуникации с наставником, которая не сложилась, не из-за каких-то других вещей, а из-за сломанных представлений в голове о том, как работает наш мир, как работает система передачи знаний, и о том, как внутри этой системы знаний правильно их брать. И у меня точно также были опыты там наставничеств курсов, где я некорректно себя проявляя и корректируясь в процессе обучения, в итоге брала много, но поначалу был какой-то там негатив и так далее. Но перед тем, как начать наше обсуждение, давайте познакомимся. Меня зовут Ася Тарасова, я эксперт по запускам на YouTube и проявленности. Как мастер-коуч из сетей помогаю делать результаты в просмотрах, клиентах и проявленности осознанно, спокойно, без каких-то завышенных ожиданий и детской позиции, как бы сейчас не было омрачнено это понятие. Обязательно подписывайтесь на мой нельзя грамм, там я показываю еще глубже все свои трансформации, что у меня происходит в жизни, рассказываю, показываю свою жизнь в Дубае. Вот сегодня у нас редкий пасмурный день, когда мне нужно дома снимать видео, мало света, но в целом все равно все красиво. И за подписку на мой нельзя грамм, если вы подпишетесь и напишите слово YouTube мне в директ, я вам пришлю файл со ста идеями названий для роликов на вашем канале. Вот, считайте, у вас будет готовый контент-план на несколько лет вперед и пропадут все отговорки от того, чтобы вести блог. И начать я вам предлагаю в смысле, которую как раз таки я рассказывала в видео 5 инсайтов с обучения за 5 миллионов рублей, то, что мы с вами все равны. И из вот этого состояния мы должны забирать знания от другого человека. И у нас с вами возникает такая иллюзия, и когда я говорю у нас с вами, я реально говорю у нас с вами, потому что я на своем опыте прожила, будучи в позиции ученика все, о чем я вам говорю, и будучи в позиции наставника тоже. И у нас с вами может быть иллюзия, что мы можем забирать знание и опыт у человека только в такой конструкции, когда мы где-то внизу, а человек где-то на нашем пьедестале наверху, мы снизу наверх на него смотрим и думаем, ох, что за божество, я буду внимать каждому твоему слову, и тогда у меня все получится. И вот эта модель, она не рабочая. И как бы нашему рептильному мозгу не было проще в этой модели существовать, в этой модели двигаться и в этой модели делать результаты, она не рабочая. Потому что как только вы превозносите наставника, блогера, эксперта, у которого вы проходите продукт, вы не можете, во-первых, объективно оценивать реальность и объективно оценивать его советы. Потому что, условно говоря, бывали такие ситуации на обучении, когда там Саша с Егором говорит что-то другим людям, говорят мне, я понимаю, что я это принимаю, мне это подходит, мне это понятно, но я сама уже буду решать, когда я это буду внедрять, как я буду внедрять, я буду это синхронизировать со своей личной стратегией. То есть мы не должны смотреть в рот, условно говоря, там, в хорошем смысле, человеку, у которого мы учимся, потому что он такой же живой человек. Но мы должны его беспрекословно слушать в том, чему мы пришли у него учиться. Но это не предполагает, что мы его возвышаем в этот момент. То есть, к примеру, ко мне приходят люди учиться ютубу. У меня есть результат в ютубе. И те, кто из позиции я окей, ты окей, слушают все, что я говорю, делают, применяют, и в плане головы, и в плане, соответственно, самого контента, у тех все получается. Кто пытается играть в эти качели, то меня выше поставить, то меня ниже поставить, то меня слушать и слюнями там обтекать как-то, то меня не слушать. У этих людей ничего не получается. И мы с вами вот подходим к такому важному моменту, что начинается все с головы и вот с нас в этой точке. Все вокруг — это декорации. Обучение, на которое мы пошли — это декорации. Люди, с которыми мы действуем — это декорации. Какие-то ситуации, которые с нами проигрываются, сценарии, уроки — это все декорации, которые вовне обслуживают то, что у нас в голове происходит. И иногда как это может проявляться? Например, человек просто спокойно живет, там, не знаю, наставник, эксперт, учитель какой-то. У него все хорошо, он к вам отлично относится, он отвечает на ваши вопросы, он с вами взаимодействует, он в открытой позиции по отношению к вам относится, но, допустим, он говорит какую-то формулировку, которая дергает за крючок вашей какой-то детской травмы, для него это нейтральная формулировка. Он не хотел вас обидеть, он не хотел как-то подоминировать над вами или там что-то негативное сделать, а из-за того, что крючок вашей травмы подделся детской, не знаю, из-за того, что там у вас мама в детстве где-то недолюбила, и у нас у каждого это есть. Вы воспринимаете, там, вступаете в конфронтацию с этим человеком, в негатив какой-то. Начинаете, не знаю, как-то в штыки воспринимать слова от него. Вот заметьте, насколько вот эти крючки, ну, от детских травм, от каких-то событий, которые с нами произошли, они искажают нашу реальность, они выдают, ну, что-то, что произошло там в процессе нашего мозга за действительность. Хотя, по факту, это этим не является. И у меня, например, часто было в отношениях с женихом, что он мне что-то говорит, для него это обычная формулировка, обычная фраза, он меня очень сильно любит, он меня уважает и так далее. А из-за того, что крючок в моей детской травме поддевается, я воспринимаю как то, что вообще, там, не знаю, он меня хочет или бросить, или обидеть, или нагрубить меня, там, или еще что-то. И вот просто из-за искажения, хотя на самом деле, там, человек любит, уважает и так далее, и он вот в открытую про это говорит каждый день. Это искажения. И вот на обучении, из-за того, что мы приходим к человеку, с которым мы в априори, ну, находимся в каких-то более формальных ролях, то есть мы не друг подруга, мы не парень, не девушка, мы, там, наставник-клиент, или, там, ну, в общем, разные вот эти роли могут быть, мы, вот эти травмы, которые дергаются за крючочек, мы даже не можем обсудить с человеком в открытую. И, на мой взгляд, для формата личной работы наставник-ученик напрямую с автором курса, а не просто уроки смотреть, готовы только люди, достаточно осознанные, психологически здоровые и зрелые. Потому что иначе, так как в процессе обучения происходит трансформация, трансформация, изменение взглядов, мышления, вот эти крючочки могут очень часто дергаться, и человек, ну, недостаточно проработанный, там, в терапии еще где-то, будет каждый раз на эти крючки реагировать, и сопоставлять дерганье крючков с тем, насколько ему комфортно на обучении, или с тем, будет он делать то, что ему говорят или нет. То есть, вот первое правило для того, чтобы забрать максимум с обучения, это прям посмотреть, сколько вы адекватно, уважительно, и при этом сопоставимо с реальностью относитесь к человеку, что вы окей, он окей, вы классная личность, он классная личность, у него нет цели вас обидеть. То есть, у нас же что начинается? У наставника, кому бы вы ни шли, или у эксперта, еще у кого-то, если он, опять же, проработанный, никогда нет цели вас обидеть, задеть, сказать вам что-то неприятное. Единственная его цель, чтобы вы быстрее и безболезненнее для себя получили какой-то результат. Все, других целей у этого человека нет. Если, соответственно, все в порядке, и вы в этом убедились вначале, ну, потому что есть люди, кто самоутверждаются за счет других людей и так далее. Я говорю про адекватных людей, кто преподает. Я вам сейчас вот это все вещаю и из роли ученика, и из роли наставника, потому что я и как ученик сталкивалась с этими искажениями, и как наставник. Я просто очень много раз это повторю, чтобы вы и с той, и с другой позиции это воспринимали. В общем, каждый раз, когда происходит искажение этих позиций, вы будете страдать. Вы будете страдать, потому что вы нарушаете, во-первых, иерархию адекватную. Во-вторых, вы будете видеть то, чего не существует, и качаться на своих качелях. То есть, например, раньше я была достаточно в сильном состоянии жертвы. Вот об этом есть видео на моем канале, поподробнее вообще, что такое жертва. Многие из нас с этим сталкивались. Я пришла на наставничество к человеку, у которого выражена так вот тирания, агрессия, ну, то есть агрессор. А жертва, она всегда ищет либо агрессора, либо спасателя. То есть у нас есть вот этот треугольник Карпана, в котором есть жертва, есть спасатель и есть агрессор. Если вы находитесь в состоянии жертвы, в котором, о боже, помогите, спасите, все курсы до вас были плохие, но я найду тот курс, который изменит мою жизнь навсегда. И заметьте, кстати, у нас есть одна известная блогерша, которая это применяет в своих продажах. То есть она очень тиранично и агрессивно ведет свой контент и закладывает смысл, что ко мне приходят на курс те, у кого на других не получилось в курсах. Те, кто уже там заколебался искать, отчаялся, опустил руки, жертвы. И мы с вами, находясь в одном из этих трех состояний, будем притягивать другое. То есть находясь в жертве, у меня ничего не получается, спасите меня, помогите. Где-то есть волшебный наставник или волшебная методология, которая спасет мою жизнь, мы притягиваем либо агрессора, либо спасателя. Адекватный взрослый человек, он условно выходит из своего треугольника, ему не нужен ни агрессор, ни спасатель, ни быть жертвой, а просто нужно забрать какие-то знания в адекватной и равной коммуникации с человеком. И вот опять же может нарушаться эта иерархия, когда вы находитесь либо в жертве, которую надо спасти, которой нужно помочь, которая ищет какую-то последнюю надежду в другом человеке, либо вы находитесь в агрессоре, когда вы приходите на обучение в такой позиции, что «Да я сейчас всем докажу, что это обучение плохое, что этот человек вообще ничего не добился, что он мне не может помочь, не может мне дать результат, и вообще я там сейчас обесцениваю все, что этот человек делает». Позиция агрессора. Позиция спасателя. Позиция спасателя, она может на обучении выражаться как, например, что «Я всем одногруппникам помогу, со всеми пообщаюсь, всем на вопросы отвечу, сам ничего не сделаю». Такие часто бывают люди. То есть я сам ничего делать не буду, я сам никакие рекомендации применять не буду, но носиться и проверять, а как у всех дела, я буду. Это спасатель. Я вас призываю вот заметить за собой вот эти три состояния, посмотреть мое видео про жертву еще раз, и стараться из них выходить в адекватную человеческую коммуникацию, где единственная роль наставника — это передать его опыт и инструменты, как он пришел в ту точку B, которую вы хотите. То есть условно вы находитесь там в какой-то точке А, я знаю, что всех уже достали эти понятия, но куда без них. Вы находитесь в какой-то точке А, наставник находится в какой-то точке B. Допустим, у вас там 500 подписчиков, у наставника 50 тысяч подписчиков. Вы пришли за тем, чтобы узнать, как он набрал 50 тысяч подписчиков. И тут еще важный такой момент. Единственное, чему вас может научить этот человек, тому, как конкретно он набрал 50 тысяч подписчиков. И это не всегда равно, что вы также наберете 50 тысяч подписчиков. Вы можете послушать его опыт, вы можете послушать, какие инструменты ему помогли, какое мышление ему помогло, какой опыт, побыть в его поле, вырасти, быть более готовым к результату 50 тысяч подписчиков. Но это не значит, что вы в свою точку B дойдете таким же путем. У вас будет какой-то свой, который будет вырисовываться, исходя из обучений, которые вы проходите, из стратегии, из каких-то новых действий. Но единственное в этой адекватной коммуникации, что вам может дать наставник, находящийся в точке B, это объяснить, каким способом он пришел туда, куда пришел. И, скорее всего, если вы к нему пришли, то он для вас ролевая модель. И, например, вот я пришла к Саше Митрошиной. Если я буду делать то же самое, что Саше Митрошиной, особенно несколько лет назад, это не равно, что я стану второй Саше Митрошиной. Это так не работает. И очень глупо думать, что, не знаю, что вы там заплатите 5 миллионов рублей, отучитесь у Митрошиной и станете второй Митрошиной. Это так не работает. Второй Митрошиной не будет. Но будет ваша какая-то вторая точка, которую вы возьмете кусочек инструментов Митроши, возьмете кусочек еще какого-то наставника, у которого вы прошли обучение, возьмете кусочек мой по Ютубу. И ваша стратегия, и ваша точка B будет другая. Большая ошибка приходить к наставнику и думать, что он сейчас за вас поймет, какую вам дорогу надо пройти, какой опыт, какую стратегию. И это можно. Я, в принципе, с этим тоже помогаю своим ребятам. Но я всегда объясняю, что это через призму моего опыта, моих инструментов и моего наработанного какого-то потенциала. И это может быть какой-то кусок их стратегии, какой-то период, какой-то промежуток. Но они не станут второй Асей, я не стану второй Митрошиной. Это просто кусочек вашей стратегии, который встраивается в точку B, в которую вы хотите прийти. И когда вы приходите к наставнику за тем, что «сделай меня второй собой» или «дай мне такой же результат, как у тебя», это, опять же, не рабочая стратегия. Все, за чем вы можете прийти к наставнику, это за его опытом, за его видением, за его мышлением, за его какими-то рабочими связками, которые не факт, что сработают у вас, потому что оно все немножко по-разному работает и всегда есть выборка. То есть на любом курсе, на любом обучении среди 100 человек условно 10 хороших кейсов. Условно, 10%. Это даже считается хорошо, потому что кто-то не дошел, кто-то не досмотрел, кто-то домашки не сделал, кто-то там еще что-то. И при этом эти 10 кейсов, они не равно автор курса. Какие-то обгоняют, какие-то не догоняют, какие-то там своими какими-то методами. Но суть в том, что мы идем на обучение за тем, чтобы понять нашу стратегию и встроить опыт человека в нашу стратегию, а не за тем, чтобы скопировать чужую стратегию, которая не соответствует нашей. Когда мы с вами эти все мысли поняли, наступает интересный этап. Это как нам, находясь наравне, коммуницировать с наставником так, чтобы получить результат. Самые эффективные люди, кто приходил ко мне, приходил к другим людям, у кого реально получилось, и они рассказывают, как они проходили свои обучения, это люди, кто приходят и слепо доверяют людям, к которым они пришли, и в момент обучения делают то, что им говорят. То есть у меня на самом деле сейчас даже какой-то такой момент выгорания, что мне не хочется разговаривать с учениками, которым я хотя бы два раза сказала что-то сделать, и они не сделали. Ну то есть я не вижу смысла, мы застряли в нашей коммуникации, в нашем диалоге на мертвой точке, потому что я говорю, человек не делает, все, у нас вот эта система больше не циркулирует, не работает. Я сама наблюдаю, то есть у меня на обучении в группе была там Настя Пикси, Марго Савчук, Павел Гитальман, все очень классные ребята, у которых реально есть результат. И как они приходили на разборы. Как правило, разбор там Настя Пикси, это 15 минут, ей говорит наставник там Егор или Саша, что надо делать, она идет и делает, все. Никаких сопротивлений, обсуждений, а ребята у меня в этом опыту больше, я буду по-другому делать. А вообще-то вот тут вы не правы, хотя у Насти у самой крутые результаты, местами там сопоставимые с Сашей, с Егором. И в этом секрет здоровой позиции ученика, когда вы делаете все, что вам говорят, ну и соответственно там что-то фильтруете. Потому что, например, вот мне тоже много что сказали сделать, но я физически разорвусь, если сделаю все, что мне сказали. И поэтому я для себя там на год расписала постепенно, где, когда, какое действие я буду внедрять. Но ни насчет одного действия у меня не было такого, что «Ой, да Саша с Егором говорят ерунду, я это делать не буду, мне это вообще не надо». И вообще они какие-то странные наставники. Потому что такое отношение к обучению и к наставничеству лишь говорит о том, что вы к нему не готовы. Потому что нормальный ученик в нормальной позиции, взрослый, скажем так, с адекватным наставником, потому что здесь я сейчас тоже приведу пример, вот в него поступает какая-то информация, и он делает все, что ему говорят, не задумываясь. И дальше смотрит, что получилось. Потому что представляете, как сложно наставнику, который и так под вас создал какую-то стратегию, дал шаги, поделился опытом, сказал, как вам этот опыт заземлить на ваш проект, а вы это не делаете, и в следующий раз приходите и опять спрашиваете, а почему у меня все плохо? Ну потому что вы ничего не сделали, не попробовали, то есть нечего анализировать. Работа не была проделана с вашей стороны, а не со стороны наставника. Потому что наставник сказал, что вам надо делать. Но у нас тут возникает такой момент. То, к примеру, было раньше, что Петя Осипов говорил на своем мастер-майде, что девушке какой-то, что иди, переспи с 10 мужчинами, а потом посмотрим вообще, какая ты придешь, условно. Для меня это не совсем экологично. Ну то есть это странно. И понятно, что это вырвано из контекста. Это мне рассказывала девушка моя, как раз ученица, которая была у него на метаморфозах или на чем-то таком. Мы слепо верим и доверяем и так далее в рабочей плоскости, тогда, когда мы уверены в адекватности этих советов. И дальше мы уже смотрим. Соответственно, мы не притянемся к Пете Осипову и не пойдем к нему на продукт, если мы не считаем, что его результат адекватен и нам релевантно то, что он нам говорит. Или в процессе обучения, конечно, что-то мы можем отвинтать из-за рекомендаций. Но это не может быть 90% или все. То есть нет смысла в обучении, в котором вам говорят, что делать, особенно в личном. А вы этого не делаете, не принимаете, отвергаете. А потом ходите и со всеми обсуждаете, какие наставники плохие. Часто еще бывает такая история, что человек вроде бы даже услышал, что ему говорят делать. И он идет, делает с таким отношением, что я вот сейчас докажу, что это не работает. Я вот сейчас докажу, что наставник или эксперт, у которого я купила курс, говорит ерунду. Я вот сейчас докажу, что там медитации не работают. Буду их слушать, буду все делать, но докажу, что они не работают. Как вы думаете, из этой энергии получится какой-то результат? Из такого отношения к действиям получится какой-то результат? Ну, скорее всего, нет. И единственное, что вы здесь, ну, как бы сами себе в своем мире, в своем пространстве создаете, это ощущение, что я дура. Ну, условно, да. Я дура, что я купила этот курс. И вот я пойду сама себе докажу, что я дура и что он не работает. Зачем? То есть очень большое количество страданий наших, связанных с тем, какие мы обучение проходим, нравится нам или не нравится, они сидят сугубо вот в нашей голове. То есть мы там сами себе показываем какие-то мультики, которые никак не связаны с реальностью. То есть всегда рассуждайте так. Вот если я не получу результат на обучении и скажу, что обучение плохое, и мне не понравилось и так далее. Ну, допустим, вот я к метровочной пошла, вот все, у меня там цель такая. Кто от этого выигрывает? Как я от этого выигрываю? Никак, понимаете? Вы можете зайти в какой-то деструктивный сценарий, и у меня иногда бывало, что мысли прям заходили туда, потому что я начинала себя сравнивать с догрупниками. Мне начинало казаться, что я мало делаю, что я делаю что-то не то, что я неправильно какое-то решение приняла и так далее. Я прям себя останавливала в эти моменты и говорила себе. Кто выиграет от того, что я сейчас иду по негативному сценарию в своей голове? Кто выиграет? Я выиграю от того, что я не получу результат. Я выиграю от того, что я буду считать, что я плохое обучение прошла. Я выиграю от того, что я что-то не сделаю, что мне сказали более опытные люди, у кого есть результат, который мне нужен. У меня этого результата нет. Я выиграю от того, что я не буду делать то, что они мне говорят. Звучит, как злобабушке отмороже уши. Зачем? Ну, то есть зачем? Или когда вы, соответственно, пытаетесь доказать, что вот обучение, которое я купила, не работает, человеку, которого я купила, все не работает, делаете вы какие-то разоблачения, на меня уже какие-то разоблачения на мой YouTube начали снимать, делать какие-то разоблачения на курсы, которые вы проходите. Вы в этот момент как выигрыши. Ну, единственное, может быть, вы какие-то просмотры соберете. Ну, вот единственное, и то там обычно смешные просмотры. Ну, по сравнению с тем, что вы можете создавать, как бы созидая из изобилия, из благодарности. Заходя в любой деструктивный сценарий относительно обучения, которое вы проходите, по факту вы делаете сами себя дураком. Ну, сами себя дураком, погружаетесь все больше в этот негатив. У меня, как бы, это нормально для нашего мозга, все обесценивать бывает, там еще что-то. Когда у меня мозг в эту сторону начинает работать относительно чего-то, с чем я соприкасаюсь, я пресекаю эту работу. Дальше уже выбор за вами. И что я заметила, как наставник, вот абсолютно искренне, я вам сейчас расскажу. Вот есть человек, звездочка, да, наш, он с нами в работе, один человек. Есть другой человек. Кажется, вот две одинаковые звездочки, два одинаковых человека в работе, похожие ситуации и так далее. И вот что я заметила. Есть часть обязательств, которые я обязана выполнить. Это одна история. И есть что-то, что я не обязана делать. Ну, например, там, не знаю, общаться каждый день в чате, делать какие-то дополнительные созвоны, еще что-то. Для человека, кто благодарен за всю обратную связь, которую я даю, ценит ее, уважительно ко мне относится, применяет то, что я говорю, задает вопросы и благодарит за ответы на эти вопросы. Это вот меня прям выбешивает, когда человеку что-то отвечаешь, развернуться с душой, он не говорит спасибо, в следующий раз не хочется ему развернуться с душой, что-то отвечать. То есть когда он создает вокруг себя плюс-плюс-плюс вот эту ауру, благодарит, вдохновляется, там, уважительно относится и так далее, ему хочется дать больше даже, чем я обещала. То есть вот таким людям иногда бывает, я и дополнительные созвоны провожу, и лишний раз пишу, и всегда поддерживаю, там, что-то комментирую, помогаю. Потому что плюс дает плюс в коммуникации. Плюс умножается на еще бесконечное количество плюсов, мы начинаем общаться, дружить, я передаю этому человеку клиентов, даю какие-то возможности, которые у меня появляются и так далее. Есть человек минус. Ну, либо минус, либо так, ни туда, ни сюда. Там, не знаю, не говорит спасибо, не делает то, что я говорю, обесценивает то, что я говорю, и свой результат в том числе. То есть он по факту обесценивая меня, обесценивая свой результат, обесценивая вот все, что там с ним происходит, он обесценивает сам себя. Там никак не коммуницирует, не встает в проактивную позицию. Ну, вот этому человеку хочется что-то давать в ответ. Сразу скажу, что нет. То есть, ну, человеку, который не умеет уважать, не умеет благодарить, не умеет принимать. У нас же у многих еще проблема, что мы не умеем принимать. Мы не умеем принимать любовь, мы не умеем принимать подарки, мы не умеем принимать знания, какие-то опыты человека, мы не умеем принимать хорошие отношения к нам. Мы только умеем это отталкивать, обесценивать, агрессировать в ответ, там еще что-то такое. Ну и для этого человека я, конечно, выполню свои обязательства по программе. Я все сделаю, я отвечу на его вопросы. но это будет вот сугубо в том формате, который я обещала юридически с точки зрения договора. Ну, потому что плюс-плюс не сработал, отношения хорошие не были выстроены. И вот особенно находясь вот в роли ученика на этом наставничестве, я поняла для себя, что невыгодно быть человеком минус. И невыгодно не в том плане, что, ой, да, мне могут и возврат сделать за обучение, все угодно, это всего лишь деньги, но это невыгодно с точки зрения отношений, это невыгодно с точки зрения вашего состояния. То есть, представляете, вы поссорились там с человеком, которому вы пришли на обучение, вы выторгали эти деньги, для этого человека, скорее всего, эти деньги — это ни о чем. А для вас вы остались вот с этим ощущением, что вас отвергли на самом деле, что вам там вернули деньги, с вами никто теперь не хочет общаться с этой стороны, и вы просто испортили отношения. И я не говорю к тому, что не надо делать возвраты, делайте, когда хотите. У меня тут вообще как бы вопросов нет. У меня это скорее мысль к тому, что мы сами создаем свою реальность, и в том числе на обучениях, которые мы проходим, мы можем получить максимум, выйти в плюсе, остаться со всеми в хороших отношениях, и усилить эти связи, и взять больше даже, чем нам было обещано. А можем находиться вот в таком состоянии, и как бы от нас будет просто открещиваться и думать, о боже, опять она мне написала, ну ладно, я ей отвечу там сугубо в рабочее время, сугубо там в рабочие часы и так далее. Потому что отношения минус-минус-минус, и ощущение уже, что ну как бы без разницы. Я все сделала, что могла по работе, без разницы. А с какими-то учениками я им могу потом еще полгода бесплатные созвоны проводить, плюсом к тому, что я обещала, просто из-за хорошего отношения. Просто из-за того, что я реально хочу помочь, и я вижу отдачу в этом. Потому что, ну по факту, какая разница, вы можете свой час времени потратить на какого-то платного клиента нового, и отдача, понятно, как бы деньги, но по энергии непонятно. А можете потратить на человека, с которым у вас точно будет плюсовой энергообмен, даже если вы деньги за это не получите. И это сильно ценнее, чем там какие-то даже местами новые проекты и новые клиенты. То есть, когда мы надеваем на себя очки благодарности, любви, принятия, ко всему, что с нами происходит, мир наш расцветает. Ну то есть считайте, как розовые очки. Мир становится прекраснее вокруг. Когда мы надеваем на себя очки чёрные, серые, обесценивание, неуважение, смотреть разоблачителей, всё критиковать, говорить, что всё ужасно, и вообще все богачи плохие, ну не будем мы богачами, ну не заработаем мы деньги. Это тоже выбор. Это тоже выбор, но ваш мир, он окрасится как бы в такие чёрно-серые цвета, очень неприятных эмоций. И людей, которым не очень приятно иметь с вами дело. Как бы вопрос уже к вам. Я, кстати, заметила, что вот на последнее своё наставничество я отбирала сама людей через звонки, и мне сильно больше нравится. То есть я прям вижу, что я всех их сама выбрала, все мои любименькие, хорошенькие, я ко всем расположена, мы со всеми в плюс-плюс. Когда до этого выбирала не я, несколько потоков подряд, возникали некоторые ситуации. Потому что вот синхронов местами вот в этот плюс-плюс не было. И сейчас я готова даже, ну вот потенциально там, я не знаю, через несколько месяцев я буду личную работу брать. Я готова сама провести, чтобы вот таких людей просто в моём поле не было. Потому что для меня это дороже стоит. Взять такого человека, неважно, сколько я с него заработаю, потому что я потрачу нервы, я потрачу своё настроение, я потрачу свою энергию на человека, кто не будет этого ценить. И зачем мне это нужно? Мне проще не взять такого человека и взять поменьше, но вот таких. Ну и, конечно, вот эта история, что вот я обиженный, меня все обидели, меня все выделили, мне не ту информацию дали, мне не так ответили, вот это всё. Ну то есть невозможно обидеть, можно обидеться. Если вы хотите вот быть в положении вот этого обидевшегося человека на любом из обучений, можете, пожалуйста, но только сколько вы энергии на это сольёте, и по факту ничего не заберёте в итоге от обучения, на которое вы пришли. И никакие отношения нормальные не выстроите с людьми. И тут я хочу тоже вернуться к инсайту, который был вот в видео 5 инсайтов с обучения за 5 миллионов рублей. То, что 100% ответственность лежит на вас. И вот опять же, в каком моменте здесь, на том, в каком состоянии вы будете находиться, как вы будете воспринимать всё, что к вам входит в обучение, сможете ли вы взять все возможности, сможете ли вы выстроить какие-то отношения. То есть всё вместе, в совокупности, даёт вашу ответственность. То есть в вашей ответственности находится всё в вашей жизни, по факту. Но я вот здесь подробнее эту мысль раскрывала в этом видео. И обучение для меня, вот особенно последнее, было очень прикольным маркером и подтверждением, что оно всё работает и так. И прямо вот даже на выезде у меня там один день какой-то был, я смотрела через розовые очки, условно, один день через серые очки. В день, когда я смотрела через серые очки, я 3 часа плакала по туалетам ходила, мне было плохо, мне хотелось уйти, и я хотела назначить дополнительную сессию с психологом. Я страдала. Я страдала. В этом обесценивании, в этой обиде, в этих каких-то негативных эмоциях единственное, что с вами произойдёт, вы будете страдать. И это страдание вы будете распространять на людей вокруг. Но только адекватные люди вот в позитивном состоянии, они это не возьмут, они просто не будут с вами общаться, им это неинтересно будет. Соответственно, такие же, как вы, страдальцы, у которых, ну, как правило, скорее всего, ничего не сложится. Потому что если вы постоянно страдаете и не берёте ответственность за свою жизнь, результат, скорее всего, не будет. И если вы не готовы работать, трудиться ради результата, если у вас отношения, что вам все-всё вокруг должны, результата не будет. И, конечно, такой момент про то, что нужно уметь брать с обучения всё, потому что у меня, честно говоря, возникают вопросики, да, например, я даю какие-то дополнительные возможности вне обучения, которые, ну, юридически я не обязана делать. Там какие-то оффлайн-выезды, подарки, рэндом-кофе, знакомство с другими людьми, у кого у многих там сильно выше результат, чем у других людей. И самое забавное, вот что я вижу, что я замечаю, люди, у кого меньше всего результата, и люди, кто, в принципе, меньше всего чего-то добился в нише, максимально отвергают все возможности. Они такие, ой, да у меня нет времени общаться с другими, хотя у этих других есть результат, а у тебя нет результата. Ой, да мне это неинтересно, ой, там, да мне это неактуально, и так далее. Ну, то есть, знаете, такое, как гордыня, эго и возвышение над какими-то возможностями. И вот это тоже очень важно, уметь взять от обучения всё. Если вам приходит какая-то возможность, ещё и возможность пообщаться с людьми, кто сильно вас обогнал по результатам, как можно от этого отказываться? Ещё и, ну, забесплатно. То есть, на мой взгляд, люди, у кого всё получается в рамках обучения, и у кого, в принципе, хорошие результаты, они не отказываются от возможностей, особенно тех, где они потенциально могут получить больше, чем другие люди. Ну, то есть, для меня это просто взрыв мозга, и разрыв, и недопонимание, когда человек отказывается от чего-то в рамках обучения, что вот ему-то нужнее всех, на самом деле, с этого обучения. И все берут, а он нет, например. Вот, поэтому тоже прям отслеживайте, замечайте за собой. Может быть, вы там пропускаете какие-то выезды, может быть, вы пропускаете какие-то активности по знакомствам, может быть, вы пропускаете какие-то дополнительные уроки. Если вы хотите результат, соответственно, ну, потому что если нет, пожалуйста, пропускайте. Но если вы хотите результат, берите всё от обучения, за которое вы заплатили. Особенно, когда вам дают больше, чем вам обещали, сто процентов это надо брать, а не отбрыкиваться и говорить, что у вас нет на это времени и фокуса внимания. Конечно же, тут такая история, что скорее всё, что я вам сегодня рассказывала, это относится к личной работе. Ну, то есть, если вы идёте на курс какой-то с личным тарифом, там, с наставником, или с автором курса, или вы наставничество какое-то идёте. Но если мы говорим про обычные курсы с уроками, здесь работает, конечно, немножечко по-другому. То есть, это записанный материал, это инструменты, которые нужно взять, но во многом правила, которые я вам сегодня сказала, работают в том числе. Единственное, что мне хочется вам здесь подсветить, что очень часто бывает такое, что вы один раз прослушали уроки и забрали 10% от услышанного. Два раза послушали 30%, четыре раза послушали, там, не знаю, 70%. То есть, очень частая история с курсами, что мы слушаем в полуха, совмещаясь с какими-то делами, или даже если мы сфокусированно слушаем, не всегда мы в состоянии забрать всё. Плюс, допустим, пройдёт полгода, у вас какой-то новый опыт наработается, вы послушайте эти уроки, вы уже совсем другое возьмёте из этих уроков. И я вам прям советую во время обучения хотя бы два-три раза смотреть уроки, любого, которое вы берёте. Соответственно, потом, ещё спустя время, пересматривать по возможности. Потому что я прям замечаю, я иногда выбешиваюсь, когда мне задают какие-то вопросы, ну, в хорошем смысле выбешиваюсь, вопросы какие-то задают там на курсе, на наставничестве, о том, что я раза три сказала в уроках, или четыре, да или даже если один. То есть это очень часто происходит, что у человека возникают вопросы о той информации, которую он уже слышал. Ну, то есть ответы на эти вопросы он уже слышал в уроках, не один даже раз. И он всё равно это спрашивает. И почему это происходит? Потому что наш мозг, он вот не в состоянии 100% это усвоить. И поверьте, даже если вы посмотрели какое-то обучение, и вам кажется, ой, ну ерунда, всё, зря потраченные деньги, попробуйте хотя бы два-три раза посмотреть. Ну, понятно, мы с вами не говорим про ужасных наставников в этом видео, мы с вами не говорим про ужасные курсы. За аксиомы берём, что это адекватный курс, адекватный наставник. И от этого уже отталкиваясь, применяем все правила, которые я вам сегодня рассказала. Ну, потому что я представляю, наверное, есть какие-то уроки у вчерашних наставников, где там какая-то вода. Тоже может быть, их нет смысла переслушивать. Но здесь уже я как бы радею и надеюсь на вашу адекватность. У меня очень осознанная аудитория на этом YouTube-канале. И я верю, что просто вы с таким не сталкивались. Ну, по крайней мере, вот не знаю, я очень люблю покупать обучение. Я ни разу с таким не сталкивалась, чтобы у меня было обучение с водой. И понятно, что под каким углом посмотреть, если серые очки надеть и сесть на трон мира, как будто я король, а остальные все другие, возможно, можно и сказать, что это обучение были водяны, и там ничего полезного. Но если мы находимся в адекватной позиции осознанного человека, нет, так сказать нельзя. В общем, желаю вам осознанности в прохождении обучения, и желаю вам осознанности в коммуникации с другими людьми, потому что все, что мы с вами обсуждали, оно перекладывается на коммуникацию в любых ролях, на самом деле, не только наставник-ученик. Всех обнимаю, желаю вам самых лучших выборов в плане обучений, наставничеств, и до новых встреч. Обнимаю. Пишите обязательно в комментариях, прям, что вам запомнилось, и что, возможно, вы до этого не применяли, и вы предполагаете, что из-за этого у вас был какой-то негативный опыт в обучениях. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»